Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я, Нина Коновалова. Многие сельские жители с нетерпением ждут дачного сезона, ведь это возможность немного подзаработать. Почему? Объясню. Кто-то выращивает кроликов на молодняк, а потом их продает для дачников. Те, в свою очередь, их выращивают и уже к зиме забивают, готовят тушенку, либо просто замораживают, делают хорошую шикарную заморозку себе на зиму. Это и касается птицеводов, которые с ранней весны закладывают яйца в инкубатор, выводятся цыплята, они их пропаивают, откармливают, везут на рынок и продают. Соответственно, люди делают какую-то замену своим курам-несушкам, либо это бролеры, неважно, утки, муларды или индюки, дачный сезон всегда приносит некую прибыль для сельского жителя. Кто-то на эти деньги проводит и подключает себе газ, кто-то делает ремонт, но кто-то просто что-то приобретает. Этот год 2020 отличается всем. И с приходом коронавируса, с приходом пандемии все планы у людей рухнули. Мы не исключение. У нас сейчас такое количество молодняка, кроликов, что мы даже не знаем, что делать. Мясом снабдили всех, кого могли. Абсолютно всех, кого могли. Мне уже нет сил смотреть на свежее мясо кроликов. Моим родственникам, моим знакомым, друзьям тоже самое. Раньше, конечно же, крупных, хороших кролов на племя у нас разбирали по знакомству. Знакомые знакомых приезжали с других регионов. Молодняк мы выращивали, ну, конечно, не в самом небольшом количестве. Для дачников также при переизбытке мы выезжали на рынок и продавали. Все, стоп. Пришел ковид-19, рынки закрыты между регионами. Не везде можно съездить, к нам не приезжают, мы никуда не ездим. Сказали сидеть дома, мы и сидим дома. Вопрос, что мы будем делать с кроликами? Рынки не работают, мы не знаем, куда их реализовывать. Продавать, отдавать бесплатно, скорее всего, так и будет. С утра приехали к своему знакомому. Олег живет в Красном Буксире, Среднеохтубинский район. Он много лет занимается курами Брама. Чистые курочки у него хорошие. Курица несет практически по его статистике до 7 лет она несет хорошо яйца. Но, правда, начинает заноситься поздно. И вот каждый год он где-то до 300 цыплят инкубирует, яйца инкубирует, потом выводит цыплят и на выходных на сельских ярмарках их продает. Тем самым это у него дополнительный заработок, добавка к его пенсии. В этом году у него уже сейчас 220 цыплят. Они его съедают с потрохами. Что делать он не знает. Когда у нас все вернется к жизни, мы тоже не знаем. Нередко в комментариях под своими видео я сталкиваюсь с такими вещами, с такими словами, которые люди говорят, что что вам, жителям сельского поселения, можно ни о чем не переживать, поскольку до вас этот коронавирус и не доберется. И уж точно по нам кризис не ударит. Ну, во-первых, первое, никогда не ною в своих видео. Второе, ударит он по всем, точно так же и по нам, по сельским жителям. Мы не завели мулардов, мы их просто не смогли приобрести, абы у кого брать не будем, а у постоянного клиента, который привозит с племзавода, пока еще поставка мулардов не была. Точнее, конечно, мы мулардами будем заниматься, но немножечко позже. Чуть позже мы купим точно так же и индюков, пока у нас не будут сняты хотя бы частично ограничения. Кроликами, ну, конечно, мы сейчас сократим по максимуму кроликами заниматься, поскольку этих-то нужно куда-то сажать. Куры-бролеры, ну, бролеры, обратите внимание, живут у нас на свободном выгуле чисто только для себя, на продажу ничего нет. Что еще хочу сказать? Да, самое главное, у меня еще зимой были приобретены путевки в Сочи парк-отель с мужем, хотим на мой юбилей поехать, отдохнуть, просто изолироваться от всего. И вот теперь стоит вопрос, поедем ли мы или не поедем. А если поедем, то такое большое хозяйство мы с мамой не оставим, поскольку, в общем-то, ей будет достаточно сложно. Кроликов немало, а куры, ну, куры что, к этому моменту, наверное, этих кур уже и не будет. Вот такая обстановка не только у нас, такая обстановка в округе всюду. И козлят много, и свиней поросят много, кроликов в этом году как никогда плодятся, плодятся и плодятся. Цыплят у всех, ну, я думаю, что как только ограничения снимут, карантин снимут или там частично снимут, то цыплята в цене, конечно, очень сильно упадут. И, в общем-то, птицеводы, которые планировали заработать на этом деньги, понесут некоторые убытки. Но дай бог, чтобы здоровье сохранилось и хотя бы вернули свои затраты. Вот такое вот видео наших деревенских сельских будней. Надеемся, что у всех у нас будет крепкое здоровье. И никакой коронавирус нас не затронет, а пройдет стороной. Я с вами прощаюсь. Как всегда желаю, только хорошее настроение, крепкого здоровья вам, вашим близким, вашим питомцам. Всего доброго, до свидания.